...парка весной этого года, и на основе этих результатов исследования мы составили несколько типов РК, которые говорят нам очень о многом, и о том, как парком люди пользуются, какие зоны парка горячие, какие зоны парка холодные. И как мы видим, соответственно, самая горячая зона Стрелка, которую люди понимают, воспринимают и вообще туда в принципе ходят, и самые горячие зоны находятся вокруг дорожек основных, ну, аллей, которые у нас перспендикулярны в парке основные. Все остальное, которое мы видим на правой карте, с синим отмечено, это зоны, которые вообще не посещаются людьми. То есть это зона, территория парка, за которую тратятся деньги, мы за ней ухаживаем, убираем и так далее, но очевидно, что туда люди не посещают. Единственное большое замечание, которое, наверное, стоит в самом начале сказать, мы рассматривали парк со всей его общепринятой территорией. На данный момент мы знаем, что из парка выделена зона со стадионом, она даже отгорожена забором, что является, по-нашему мнению, совершенно абсурдным. Но так или иначе, это формальность. Мы поделили парк, мы разделили парк и выделили землю. Но для людей это не работает. Для людей парк есть парк, и вся территория она парка. Поэтому во всем нашем исследовании на сайте вы будете видеть схему парка, которая представлена полностью, представляет всю территорию парка. Хотя на данный момент формально городу принадлежит только две трети этой части парка, потому что там где стадион, это выделено в отдельной территории, и городу на данный момент не принадлежит. Пока что. Собственно говоря, как мы видим, у парка есть проблемные зоны, у парка есть горячие, более посещаемые, холодные, совершенно непосещаемые зоны. И, наверное, основной вывод из этого исследования, такой очень грубый, можно говорить о том, что для того, чтобы парк развивался, нам нужно увеличивать количество горячих, теплых зон. И транзит через парк для того, чтобы люди пользовались этим парком не только по выходным, но и ежедневно, проходя, например, на учебу, там, когда мы встретили, университет находится, проходя домой, там находятся два больших населенных микрорайона города. Но, к сожалению, на данный момент забором, который разделяет городскую часть парка и часть парка, принадлежащую университету, этот забор нарушает этот тракт, если вы видите, что людям приходится идти вдоль этого забора, и, по сути, нарушена транзитность, то есть люди не могут нормально пройти через парк, поэтому, соответственно, меньше посещаемость этого парка. Да, то есть...